В студии программы «Сегодня утром» приветствуем организатора латвийской благотворительной компании «Эффект бабочки» Ольгу Казак. Доброе утро! Доброе утро! Главная цель компании – помочь воспитанникам детских домов. Чтобы понять, какая именно поддержка требуется, регулярно проводятся опросы. Что в настоящий момент больше всего необходимо латвийским детским домам? Мы регулярно проводим каждый год. Мы стараемся примерно в одно и то же время проводить этот опрос. И в этом году мы поняли, что чаще всего детские дома упоминали спортивный инвентарь. Это и для занятий в помещении, и для занятий на улице. Так что тут фантазии могут разгуляться очень-очень в разные стороны. Но вот это на первом месте. На втором месте развивающие материалы. Это и книги, и какие-то материалы для поделок, для шитья, вышивания, лепки, что-то клеить, что-то резать и так далее. Это и канцелярские товары, это и какие-то головоломки, мозаики. То есть все, что помогает детям разных возрастов развиваться. На третьем месте уже идет техника. Малая, крупная, бытовая, компьютерная, музыкальная. То есть это тоже то, что постоянно детским домам нужно. Опрос проводился по всей Латвии. Выявил ли он какие-то региональные различия? Да, нам всегда очень интересно посмотреть, как различается. Классически мы уже так видим, что Рига обычно... Ну, может быть, в Риге как-то больше возможностей у тех, кто хочет что-то помочь, пожертвовать. И такие потребности, может быть, уже более высшего такого высокого ранга. В регионах обычно все попроще, более такое необходимое для каких-то первых необходимостей и потребностей. И мы посмотрели, что в Видземе это чаще мебель, в Земгале это спортивный инвентарь как раз-таки, в Латгале и в Видземе это развивающие материалы, компьютеры, ну, вот такие какие-то... А что тогда больше всего в Риге требуется? Ригу, если честно, я вам сейчас так точно не скажу. Мы именно Ригу не выделяли как отдельный регион. Но, в принципе, в Риге мы так смотрим, если, допустим, в регионах довольно часто, там, не знаю, необходимо детям, ну, какие-то там совсем канцелярские товары, тетрадки, какие-то ботинки, обувь, то в Риге бывает там граффентбол, там какой-нибудь плазменный телевизор. Не скажу, что всегда и не скажу, что совсем мне не нужна помощь Риге, но просто есть вот определенные такие различия региональные. Ну что ж, опрос закончился. Какими будут ваши дальнейшие шаги? Шагов много, шаги разные. У нас периодически мы организуем различные компании, когда мы помогаем, ну, создаем такую платформу для тех, кто хочет пожертвовать. Собственно, этот опрос, это тоже один из видов, как мы создаем такие платформы. На нашей страничке www.taurina.com.au можно посмотреть полный список про каждый детский дом, кому что необходимо, материальные, нематериальные необходимости, потребности. И у нас уже есть определенные идеи, как вот создать еще такую компанию, когда в определенный период вы можете пожертвовать. Мы напрямую детскому дому, который вы выберете, доставим. У нас уже были подобные акции, и люди очень пользовались этой возможностью, очень востребовано было. А когда будет ближайшая подобная акция? Я предполагаю, что это будет ближе к учебному году, как и в прошлом году у нас было перед первым сентября, когда мы собирали канцелярские товары. Около двух тысяч комплектов пожертвовали тогда люди. И мы сейчас говорим с нашим основным партнером, который нам помогал все это дело сорганизовать, чтобы повторить. Но если кто-то смотрит нашу программу и хочет прямо сегодня, завтра, ну может быть послезавтра, оказать поддержку отельским детским домам, то что он может сделать? Чаще всего в таких ситуациях трудно сориентироваться, куда обратиться, кому что надо. Поэтому вот есть наша страничка www.taurinafxlv, куда можно зайти и найти в разделе «Как помочь» есть список вот этих всех потребностей. И когда вы уже выбрали, кому вы что хотите подарить, вам даже не обязательно самим ехать. Особенно если это вот те самые регионы, куда может быть далеко доехать, нет возможности, нет времени, тяжело довезти этот шкаф. То нас поддерживает курьерская служба, которая это бесплатно абсолютно в любой детский дом доставляет. То есть на страничке тоже есть инструкция, кому позвонить, какой кодовый пароль сказать. И тогда все доставляют. И действительно люди этим тоже активно пользуются. А вот что обычно отправляют жители Латвии в детские дома посылкой? Я вам не могу так вот каждую посылку, потому что мы не раскрываем и не просим рассказать детально, что доставляют. Но из таких, что не спрячешь и не скроешь, мы знаем, что не ограничиваются только какими-то маленькими подарками. Но в этом году, за прошлый год, где-то около 70 посылок отправили. И были и шкафы, и антресоли, и плиты для готовки еды, и велосипеды, и какие-то компьютеры, техника. То есть у нас достаточно щедрые люди живут, которые очень так хорошо помогают детским домам. Но помимо материальной помощи, которая выражается в каких-то вещах, бытовой технике, воспитанники детских домов также хотят посещать разные мероприятия. Что вы делаете в этом направлении? Да, мы когда только начали нашу кампанию в 2009 году, у нас был сначала такой стереотип, ну, конечно, надо вещи, одежду, только материальные. И тут, когда мы столкнулись уже с этим всем, с этой средой, мы поняли, что материальное, ну, конечно, ну, всегда необходимо, всегда что-то есть. Но вот это вот даже моральная помощь, общение, мероприятие, вот это даже важнее. Поэтому мы организуем так называемые дни опыта, когда мы выбираемся вместе с детишками куда-то в разные интересные компании, организации, фирмы, и самые разные сферы изучаем. Мы встречаемся с профессионалами, которые на местах работают, у которых горят глаза, они рассказывают, почему они здесь трудятся, почему им нравится их профессия, как они дошли до нее, какое образование необходимо, где его можно получить и так далее. Ну, я надеюсь, что, может быть, хоть чуть-чуть, может быть, мы кого-то так сориентируем, куда им дальше пойти, обратиться, потому что даже в семье не всегда так вот направляют на какую-то профессию, может быть, как-то показывают достаточно широкий выбор. А в таких организациях, тем более, это, может быть, такой риск существует. Согласно результатам опроса, которые мы уже упомянули, для каждого пятого детского дома актуальным также является вопрос привлечения добровольцев. А что в этом направлении можно сделать, чтобы помочь в привлечении? Опять-таки, что касается нашего опроса и нашей страницы, есть на страничке вот эта вот наша большая база данных, где не только материальные, но и нематериальные потребности. Там, в принципе, и у тех домов, которые указали, что им нужны добровольцы, помощники, там будет это указано. То есть, если вы чувствуете в себе какую-то потребность, очень часто это связано и с какими-то техническими, не знаю, помочь, там что-то отремонтировать, что-то детишек какой-то раз тоже, там развлечь какой-то им праздник устроить и так далее. То есть, если вы чувствуете в себе готовность какое-то такое шефство взять, я знаю, что есть такие люди, которые объединяются даже группами, берут шефство над конкретными детскими домами, им помогают, и праздники организуют, и с ремонтом, и с какими-то другими бытовыми вопросами, то почему бы нет? Это сами детские дома очень оценят, и деткам, конечно, это будет очень здорово. Премьер-министр Латвии Лаймдет Астрал им намеренно сделать все возможное, чтобы через пять лет в Латвии уже не было детских домов. Ну, дети никуда не денутся, они просто будут жить в приемных семьях или в деревнях СОС. Но означает ли это, что через пять лет компания «Эффекты бабочки» уже не будет действовать? Конечно, не означает. Мы так не разделяем, что вот эта деревня СОСа – это такой классический детский дом, потому что вы упомянули около 30 детских домов, у нас в базе данных больше 40. То есть у нас там и кризисные центры, и те же деревни СОС. И у них тоже есть потребности, и мы им тоже помогаем, и мы их так не выкидываем за рамки. Это очень хорошая модель, и очень хорошая модель детских домов семейного типа, совсем другое отношение к детям. Но, тем не менее, я совершенно не вижу потребности останавливать сотрудничество. В принципе, компания будет существовать столько, сколько она будет необходима. Ольга, ну и в заключение я прошу вас обратиться к нашим телезрителям и сказать им пару слов для тех, особенно, кто хочет помочь. Если вы чувствуете себе эту потребность, попробуйте поискать эти возможности, посмотрите для начала, может быть, нашу страничку. Может быть, вы хотите что-то подарить, может быть, вы хотите пригласить нас на мероприятие, в вашу компанию, показать, как вы работаете. Может быть, не знаю, любая маленькая помощь любому детскому дому. Это очень так... Наша компания называется «Эффект бабочки», потому что Эдвард Лоуренс когда-то создал теорию хаоса и сказал, что вот «Эффект бабочки» в рамках этой теории, каждое маленькое изменение в системе, в большой системе, приводит к каким-то более крупным изменениям. То есть неважно, сколько вы пожертвуете, не надо жертвовать много, не надо какие-то громадные деньги, просто чуть-чуть внимания, и это уже очень много. И так вот бабочка растет, развивается, расправляет крылья. Поэтому даже если вам кажется, что это, ну, что там, я, что там, я так не бывает в рамках нашей бабочки, нашей компании, каждая помощь действительно всегда очень нужна. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова